Здравствуйте! С Вами интернет-магазин Стеклоподъем.РФ. В этом видео мы продемонстрируем установку электрических стеклоподъемников на МАЗ с кабиной Супер. В оконном проеме двери такой кабины, кроме опускного стекла, имеется неподвижная секция, а марка электростеклоподъемников – гранат. Сначала нужно разобрать обивку двери и извлечь механический стеклоподъемник. Снимаем ручку механического стеклоподъемника. Вдавливаем внутрь обивки розетку ручки, сдвигаем облицовку и снимаем ручку. Аналогичным образом снимаем внутреннюю ручку открывания замка двери. На этом автомобиле в дверях установлены динамики. Откручиваем их. Обивка закреплена саморезами, их тоже откручиваем и снимаем обивку. Затем снимаем верхнюю накладку двери. Срезаем шумоизоляцию с проемов внутренней панели двери и откручиваем обивку в нижней части двери. Накидываем ручку механического стеклоподъемника, опускаем стекло так, чтобы его обойма показалась в монтажном проеме и выкручиваем два винта на прижимной планке, которые крепят трос стеклоподъемника к обойме. Поднимаем стекло и фиксируем его. Это можно сделать, например, при помощи отвертки. Откручиваем один винт крепления верхнего ролика, четыре винта крепления механизма стеклоподъемника и один винт крепления нижнего натяжного ролика. Вынимаем механизм стеклоподъемника и его детали из двери. Теперь нужно снять обойму стекла. Это не очень простая задача. Мы пытались растворить сырую резину бензином, грели ее феном, срезали ножом, а затем давили на нее при помощи импровизированного рычага. Теперь нужно удалить часть кронштейна, которая имеется во внутренней полости двери. Он будет мешать спусканию стекла. Для этого нужно разметить линию разреза внутренней панели двери. В паспорте стеклоподъемников указан размер 19 мм. Нам опытным путем удалось установить, что оптимальным будет расстояние 40 мм от центра отверстий на внутренней панели двери. Делаем рез на глубину не менее 1 см и достаем фрагмент кронштейна из двери. Берем электростеклоподъемник гранат и начинаем его установку. Примерно вот так он будет стоять в двери. Заводим электростеклоподъемник в дверь через монтажный проем. Вставляем две шпильки в штатные крепежные отверстия и крепим двумя гайками с гроверными шайбами. Подаем на мотор стеклоподъемника питание по временной схеме и перемещаем каретку, чтобы она оказалась в проеме двери. Опускаем стекло и вставляем его в зажимы на каретке стеклоподъемника. Затягиваем два болта на зажимах, один можно затянуть торцевым ключом, а второй накидным, лучше скраповым механизмом. Теперь нужно проложить и подключить электропроводку. В состав комплекта электростеклоподъемников Гранат входит электропроводка и кнопки. Два переключателя стеклоподъемников ВАЗ-2109, 12 вольтовый с рамками и жгут электропроводки, предназначенный для установки этих двух переключателей рядом друг с другом и не очень длинный. При желании вы можете использовать для подключения их, но будьте готовы к тому, что провода придется наращивать. Мы же будем подключать при помощи электромонтажного комплекта собственного производства. В его состав входит жгут проводов большей длины, сечений жилпитающих проводов 1,5 квадратных миллиметра и переключателей на 24 вольта. На нашем сайте его можно найти по артикулу EMKS04. Две колодки для подключения переключателей стеклоподъемников. Черный провод МАЗА подключается на кузов автомобиля. Красный провод питания плюс 24 вольта. Подключается на плюс по зажиганию. Золото-зеленый провод подсветка кнопок. Две пары проводов белого цвета подключаются к моторедукторам электростеклоподъемников. Для прокладки проводов в дверь просверливаем отверстия. Кнопки для управления стеклоподъемниками мы установим на панели приборов. Отверстия под них вырезали при помощи дрели, монтажного ножа и напильника. Провода от колодок переключателей к стеклоподъемникам мы вывели из-под панели приборов под капот по маршруту прокладки штатной электропроводки. Подключение будем выполнять в монтажном блоке. Желто-зеленый провод подсветку кнопок мы подключили к колодке выключателя подсветки панели приборов. Вот это пара проводов к левому стеклоподъемнику и такой же жгут к стеклоподъемнику правой двери. Для протяжки рекомендуем использовать металлическую проволоку. Провода между кабиной и дверью защищаем резиновой гофрой. Избыточную длину можно обрезать. Для подключения к моторедуктору стеклоподъемника провода зачищаем, обжимаем гнездовыми наконечниками и вставляем в колодку. Подключаем к штекеру электростеклоподъемника. Питание электростеклоподъемников подключаем через предохранитель. Провод массы прикручиваем на кронштейн в монтажном блоке. Проверяем работу электростеклоподъемников. Если направление движения стекла не соответствует нажатию на переключатель, нужно поменять местами контакты в колодке, подключенной к мотору электростеклоподъемника. В отверстие от ручек и механических стеклоподъемников устанавливаем декоративные заглушки. И ставим обивку двери на место. Установка электростеклоподъемников завершена. Все отлично работает. Стекло уходит в дверь почти полностью. Время полного подъема стекла из нижнего положения около 5 секунд, практически как на легковой иномарке. Эти и другие стеклоподъемники Вы можете купить в интернет-магазине Стеклоподъем.РФ. Заходите к нам на сайт, оформляйте покупку или звоните нам по телефону 8 800 333 10 59. Каждый день с 9 до 21 часа. Звонки со всех телефонов России бесплатные. Приятных Вам покупок! Время Operations